Программа 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 И почти всегда используем революционную систему данных, потому что, вот там про Мангу, будет доклад, скорее всего, скажут, что там не выполняется, а не выполняется. Свойство весит то, что часто наш проект необходимо поддерживать транзакции именно в том виде, в классическом, что у нас есть свойство атомарности, группа операций запускается и полностью выполняется, либо не выполняется. Мы должны поддерживать согласованность. Под согласованность понимается, что если у вас есть счет А, счет Б, если с одного снимается 50 рублей, на второй должно прийти 50 рублей. Ну, про согласованность будет у нас там позднее. Изоливенность – это значит, во время выполнения транзакций, транзакции мы пока не зафиксировались, друг другу не мешают и не портят вдруг данные. Долговечность, разумеется собой, что если вы что-то записали, транзакт выполнился, то данные будут сохранены на жестком диске и не потеряны. А если даже питание выключили, то данные будут доступны, они потеряются. Ну, в принципе, я же скажу ничего нового. Простые программы представляют собой частый некий код на PHP, на Java, который мы часто пишем на компании. Он манипулирует языком в SKL для того, чтобы вращаться в какой-то внешний SKL-байк. А где-то сбоку стоят скрипты, которые либо пишет разработчик, либо там просит кого-то, если он не знает, каким образом описать какие-то сложные вещи, там, припирали. Я не думаю, что простые программы могут быть еще проще. Они, наверное, такие. Но с ростом количества кода, с ростом сложности внутренних данных возникает очень много проблем. Ну, во-первых, есть разные квалификации разработчиков. Кто-то хорошо знает Java, но плохо знает ESPY. Кто хорошо знает ESPY, но плохо знает ESPY. Вот такие люди пишут, скажем, сценарии развертывания, сценарии развертывания, а вторые пишут что-то на Java и пытаются там использовать какие-то конструкции на SKL-е. Такой небольшой хаос возникает. Это все тяжело поддерживает. Плюс, так как здесь есть два источника, то есть с одной стороны мы видим как бы программу, а отдельно есть сценарий создания схемы. У нас возникает проблема рассинхронизации. Вы там входим, думаете, ага, у меня есть там принцип лояр, окей. А кто-то взял и перенавал ее, а все и назвал people, а не лояр. С какой-то причиной. Поэтому мы приводим к современному тенденцу разработки программ, когда у нас есть некий слой, который занимается работать баз данных через так называемый адекд данных. Мы используем GBA, CyberMate. Разработчик часто и даже не задумывается, что там творится внутри этого слоя. Он манипулирует чисто объектами, вот же PlayMogic. Слой обеспечен на такие вещи, как создание схемы, проверка эту схему и выполнение обновлений. То есть вы там изменили какое-то поле, добавили второе поле и ожидаете, что он сделает обновление эту схему и дальше продолжится разработка. Как обычно все происходит, мы пишем, 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 трудимся в течение, скажем, трех месяцев. Наконец мы находим до того, что сейчас будем выкатывать наш продукт, родим продукт. Мы создаем баз данных, но в нашем случае мы развертываем на предыдущей сервера код. И во время старта он видит конфигурацию и создает схему, начинает работать с первого месяца, что успелось. Наконец заказчик увидел то, что он хотел, и вы ему, для него вы наконец-то принесли ему пользу, потому что если там три месяца вы тратили его деньги просто так. У нас проекты, они такие долгоиграющие и каждый раз хочет что-то новое, причем он хочет постоянное и не прекращать хотеть. Как выглядело обновление с первой версии до второй, в нашей системе, в нашей системе, в нашей системе, в нашей системе, в нашей системе. Мы берем, начинается процесс развертывания новой версии, второй код удаляется из application сервера, накатывается новый код. Он стартует, там gpa сейчас будет работать и будет делать обновление схемы. Тут пум, приехали, не работает что-то. Как оказалось, этот слой был разработан для того, чтобы обслуживать нужды разработчиков, а не конечную систему, на которой потом будет работать. Там нет удаления полей, очень слабая проверка типа, какие-то ограничения к этому существуют. Он иногда игнорирует вещи, которые заложены в gpa. Они даже не предполагали, что будут использовать дальше. Вы создали что-то, запустили, проверили. Окей, если работает, вот для чего он был создан. Это миграция данных. Что такое миграция, вот простой пример. У вас была таблица большая, существует, допустим, 10 полей. Вы решили, что, блин, 10 полей очень много. Я хочу разделить на две таблицы, B и H3. Вы должны создать таблицу B, создать необходимые поля, скопировать их из A, а потом эти поля удалить и каким-то вопросом еще придумать, как вы будете согласовать A и B, допустим, по первичному ключу. Ну, описывать сложно, но, в принципе, если посмотреть на байк данных, это очень просто. Но даже этого нет у gpa. В момент, когда мы столкнулись с такими проблемами, был 2010 год, у нас был проект нагрелся. Все, что мы перерыли, не подошло к нам вообще никак. Почему? Нам не хотим о сравнении схем двух баз данных. Как показана практика, то, что разработчики считают, что, ага, так, я сейчас буду делать что-то для второй версии, он иногда даже не подразумевает, какая была первая версия. Вот он то, что имеет в коде. Какая? Первая, вторая, может быть, промежуточная. Необходимо было простое средство описать миграции. И главное свойство, которое необходимо было, чтобы все миграции выполнялись одной транзакцией. Ну, вот сейчас я объясню, почему не так. Допустим, мы хотим обновить наш продакшен до второй версии. Происходит выкатывание хода в обрепеченном сервере. Пойдем к первой. Нужно определить версию, которую сейчас существует в поездам. Касаться тут реально, все знают. Все разработчики знают, что там первая версия, но это уже не так. Я вам дальше расскажу. Эти у нас марки, вот сейчас я с вами перейти. Например, представьте. Был случай, когда нечаянно перебутали образ, пытаясь выкатить, там можно выкатить шестой версию, пытаясь выкатить третью. Вот такие планы, видите, что происходит. Нужно предотвратить локацию на третьей версии, потому что у нас это невозможно сделать, во-первых. Если мы не проверили, то он пытался там что-то сделать, геникально. Давай напасну. После определения версии нужно проверить. А действительно так, версия первая есть, это на самом деле. Мы берем на служебную как бы дополнительную эталонную базу данных, ее очищаем. Накатываем все миграции, которые у нас есть. Версии первой. Сравниваем существующую продакшн базу данных и эталонную. И убеждаемся, о, окей, с кем верны. Мы знаем теперь, как дойти до второй версии, но не применяем. Необходимо убедиться, что теперь все преобразования до второй версии работают действительно. И запускаем опять на эталонную версию нашу миграцию, не ждать, что они работают. Но только потом запускаем в одной транзакции при миграции до второй версии. И обновление кода завершается. Впреки, чтобы сервис говорит, ну ты выпустился, все работает. Дальше, как обычно, будет довольно счастливо и увидит новый функционал. И основные базы данных, основные схемы баз данных. Мы искали средства, которые мы не с нуля писали, а взяли какой-то гидрокаркас для того, чтобы осуществить все наши идеи. И, оказывается, есть проект с открытым кодом. Не в лице я сделаю Apache 2.0. Он умеет сравнивать две схемы. Главное, плюс его в том, что он сразу вводит различия в виде команд миграции. Вам не нужно их потом будет сами писать, а просто можно использовать сразу. Используем служебные таблицы с MD5 с контрольными суммами. И можете писать миграции как на XML, так и сложные вещи на SQL. Вот примерчик. Как-то было что-то в бизнесе. Да, не кайдов. Расскажу все равно. Обычно в Google Base все изменения называются там Change Log. И вот здесь, к примеру, в каком элементарном изменении добавляется поле типа даты. Скорее всего он делался там из timestamp. А нужно, скорее всего, разработчик потребовался именно простой поле, где есть только дата и из-за времени. Вот какие-то причины. А потом, после того, как он сделался, наложилось ограничение, что теперь поле еще и не может быть... Это поле не может отсутствовать. Вот требования на транзакции довольно существенные. Не все баз данных умеют описывать язык data definition language в серверных транзакциях. То есть, в такой смысле, если вы попробуете сделать на MySQL, там, лейтинг транзакций, креет, тэпов, бла-бла-бла, а потом сделать wrongback, то таблица останется. Это умеют делать только мультисверсионники. Таким является PostgreSQL. Мы его очень активно используем. Главное, что отсутствовало BlinkWayBase. Это именно возможность променения всех миграций по транзакциям. Там у него были очень много транзакций. Он создавал какие-то внутренние свои таблицы, делал в стране от 7 до 5. Каждая ChangeSite это было отдельно по транзакциям. То есть, если что-то будет ломать среди развертывания, то вот этот мусор, он мог оставаться, и это нам не доходило. Поэтому написали фасадик небольшой, который гарантировал, что вот все, что он делает, он делает именно в одной транзакции. Не накатилось, черт с ним, мы выкашли новую версию, все работает, никаких грязных данных нет. То есть, это ключевое требование. Вот как выглядит теперь разработка для человека, который занимается введением новой какой-то фичи или исправлением существующего кода. Он пишет, используя там свои конструкции на Java, на Groovy, допустим, для Gravels. И мы ее всегда используем JPA в режиме отновления во время разработки. Выписав что-то, он запускает утилиту, которая создает клуберную таблицу A. Мы из файла ChangeLog, который существует у нас в проекции в исходных кодах, запускаем миграцию в другой базе данных B. А потом сравним, в эквивалентном деле не эквивалентном. Вот если он что-то добавил новое и не отразил этот файл изменения, то появится различие. Вот пример, допустим, у нас была сущность пикчиката. Мы добавили туда поле, которое описывает содержимое того, чтобы проверять заволосы. Допустим, там 3.5. Он распускает скрипт, который выполняет утяжеки, которые описал, и получает на выходе метропа. Есть отличие схемы. Вон, пожалуйста, код, ты его можешь вставить в ChangeLog. И если ты его в следующий раз вставишь в ChangeLog и запустишь, скажешь, да. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как привести существующую базу данных из той версии, которая была до того, как написал код, из той версии, от того, чтобы твой код работал. Вот кроме такой мелочи, когда просто добавляется к неполе, есть очень сложные ситуации. Допустим, вы меняете первичный ключ в какой-то сущности. У вас был строковый, а, допустим, решили, ну, я не хочу строковый, я хочу пить со мной с двух частей. Скажем, мы хранили дату, а теперь решили из строки даты хранить отдельный год, месяц и число. Я же говорил, что ASIC подозревает в себе согласованность. Но никто вам не говорит, что согласованность должна быть внутри транзакции. Вот все операции, которые выполняются в транзакции, сначала, а время до выполнения, должны быть согласованы, а после выполнения должны быть согласованы. Внутри требований согласованности нет никакой. Но поэтому мы используемся, выпускаем тогда миграцию, мы выкидываем ограничения, какие-то внешние ключи, добавляем то, что нам нужно. Сейчас нам нужны поля. Возможно, это таблица, но в редких случаев требуется отрядовая таблица. Потом изменяем схему данных, удаляем все, что мы создавали, там, из магазина поля, и снова включаем контроль целостность, добавляем новые ключи и индексы. Забавно, что после того, как мы реализовали эволюцию данных в своих программах, мы начали по-другому наименовать версии наших продуктов. Наш продукт, скорее часто, называется по такой схеме и версии схемы данных, и невозможной ревизии кода. То есть, если мы выпускаем версию 3.0, значит, у нас схема вас данных в версии 3.0. А если потом делаем какую-то ревизию, ну, там, изменения какие-то, которые не связаны с этими схемами, то добавляем там 3.0, подчеркиваем 1. Вот идея, там, то, что подчеркивает и отзряет именно ревизию. А входит обычно константа, там, 3.2.1. Она может где-то даже показан маленький губский на стороне сайта, чтобы вы работаете с такой версией. Оказалось, что просто проверять, как же работают при образовании модели с одной версией на другую, недостаточно. Программа работает долго, скажем, у нас программа, мы разрабатывали там не один год, а очень долго, там, скажем, 2-3 года есть. И на внутри вас данных накапливается очень много всевозможных вариантов именно. Когда вы запускаете обновление, то, что когда вы тестировали просто на пустой базе, это еще, как бы, ну, так. Уверен, вроде, что схема совпадает. Но что будет, если будут какие-то данные, которые вы не ожидали? Вот я говорил, что мы сейчас решили добавить 3 колоночки, в которых есть, там, да, делятся на год, месяц, день, да. И вы ожидаете, что у вас была строковое какое-то, строковое поле, и там эти элементы были разделены точками. И тут по какой-то причине у данных есть такие ситуации, как данные запитают. Ну, почему он там появился? Другой вопрос. Ну, там есть. Нужно убедиться, что ваши миграции будут справляться с такими структурами. Поэтому мы в проекты добавляем прогоны на реальных данных. Откуда берутся реальные данные? Естественно, продакшн-база, она огромная. Должны каким-то образом ее уезжать и превратить в более удобный для того, чтобы даже хранить этот код из дампа из вискиеля, для того, чтобы можно было смотреть, что там происходит. Ну, поэтому применяем такую идею, что уберем и убираем никаких лишних данных, а оставляем только реквизитативный выборку данных. И убираем персональную информацию для того, чтобы, ну, второбольщики, ну, то, чтобы они не видели, а реальные, знаете, счета, там, названия людей, которые фигурируют. Ну, можно просто, допустим, перемешать. Правда, ну, в одном фазе закатается какой-то такой. Но главное, это нужно убрать персональную информацию. Вот определенный удобный размер оказался меньше 50 мегабайт. Если больше, то все среда, современные, там, идеи, экликс, все равно чуть-чуть плохо переносит большие файлы, вдохнут, приходится там открывать в добром старом гемаксе, чтобы чуть поправиться. Там, допустим, писание даже. Вот. Итак, как же мы будем, ну, пример того, как вы проверяете. Мы берем вот этот вот дам, баз дам деперсонализированный. Допустим, мы хотим проверить, можем ли мы обновиться с второй версии. Вот это вот, что там дам второй версии. Накатываем, это очищаем, накатываем и теперь смотрим. По служебным таблицам, которые уже есть в Liquibase, соответствует не то, что, ну, пока есть версия, отлично, 4.1. Видите, там, ревизия получилась скоро первая, на вторую версию. У Liquibase есть служебные таблицы. Там очень удобно смотреть сразу просто в базе 1, 7, и так, ага, такие версии обменились, не запуская все эти вот сложные вещи там, что-то еще. На этом этапе мы можем уже сразу понять, есть ли проблема к тому, что он сравнивает 2 за 5, если мы видим, что у нас в чейнг-логе есть какие-то изменения, которые не подходят. Ну, вот я спрашивал, каким залоги вы используете, вы говорите, там, первый докладчик, он используя какие-то там подходы, которые полагают в выкатывании, допустим, новых обновлений через месяц, допустим, да? Представляете, делаете ли что-то в месяц? Часто за месяц успеваете проверить там много раз, и качество, скажем так, гарантировано. Когда у вас сложные сокращаются, очень часто такая черта приводит к тому, что в системе контроля версий кто-то что-то забывает закоммитить, либо коммитит неправильно, или, когда мы использовали содержим, да, мы тоже использовали содержим, потом пришли на кей, по той причине, что изменения, которые накатываются, они же применяются для change log, и там вместо того, чтобы, скажем, я буду сейчас переходить отверстие второй, третий, кто-то втыкает код, который относится уже к четвертый, к пятый, и для этого существует шаг, который предоставляет действие уже на таблице. Затем мы, согласно нашей идее, выполняем миграцию change log на версий второй, сравниваем, убеждаем, что все окей, именно уже после их данных. Затем тоже так же, по нашей идее, выполняем миграцию второй версий до четвертой, в данном случае, и на тестовые бази данных, на якобы реальный, в данном случае я рассмотрю эту ситуацию, когда разработчик там отпустил команду, да, и проверяет, что все ли прошло у него. Или это может, скажем, сделаться на сервере для проверенной интеграции, для того, чтобы видеть все, что она может дойти до, если четвертой. Вот. Это начиналось в 2006 году, мы сначала написали модули для Grail, все написано было на Google, потом, в 2011 году, мы переписали ядро на Java, какие-то там обертки на Python, по-моему. Вот. У нас модели тестируются на интеграционном сервере, там же тестируется вот деперсонализированный дамп с продакшеном, для того, чтобы убедиться, что все окей, и, в принципе, так как мы перешли с с корабла на Kanban, у нас в неделю бывает по три релиза, и, в принципе, никто не боится, что там что-то случится с баз данных, и мы получим на какое-то некраситетное состояние. В 2012 году мы открыли ядро фасада, которое манипулирует с SQLBase по лицензии Apache на 0, кстати, есть даже пример того, как, в принципе, это все просто, использовать, то есть вы порождаете эту утилитику, указываете просто какие баз данных, и там несколько команд создать экспериментальные баз данных, провести сравнение, или вы реально спустите на граждан под обычную продажу. Ну, как вы знаете, в рекламе, в рекламе, плюсы, о минусах никогда не говорят. Ну, у нас доклад, не доклад продажный, да, когда он что-либо продает, мы обсуждаем только плюсы, и наш подход, то, что в любом продукции нужно проявлять любой продукт, и в эти крайние случаи пусть мы себя пробуем, что начнем получиться. Декларкс. Минус правого входа, который я рассказываю, в том, что с ростом количества, миграции и скорость крепления подвигов. Так как, можно посчитать, мы недельно там можем пускать до трех версий, накапливается, накапливается, в год. Вот примерочек такой небольшой, это даже не вся пустыня этих самых образований, пускай первая часть, там, в итоге время на то, чтобы изменить базу данных, по продакшену, увеличивать, мы проходили 10 секунд, а если посмотреть, кто это, в связи с того, что мы применяем маленьких шашеками. На самом деле, мы могли быть уже версии, допустим, 20-й и доходить до 21-й, и нам нужны все эти 20 предыдущих. Вот это мы пока еще не сделали, не организовая, схопывание всех изменений и двойной изменений. В принципе, это не сложно сделать, но просто до него не доходили, пока считали, что 10 секунд – это нормально. 30 секунд – ответ на доступность синтюнкса, а 10 секунд – еще там. И, в основном, и второе – это верность сутричных слипбейсом. Оказалось, она же надеялась на людьми, люди ошибаются. Вот часто досаждал такое, что когда он делает changelog, и разработчик потом вставляет тот кусок кода, который он проделал в changelog.xml, снова проверяет все неправильно или неправильно. Оказывается, он просто индексы перепутывает, потому что индексы влажен, индекс A и B, соответственно, это влияет на то, каким образом скорость применения индекса будет. В общем, слушай, это влияет лишь на скорости. Суббота называется «силу выборки» индекса. КПП потом приходится руками каждый раз принять за него. Потом довольно забавная штука была, то, что тоже так вставляешь, он ругается, и оказывается, что у него какой-то версия 1.9.1.1.1.1 это было перепутано название, он говорит, у тебя вот уникальный индекс, ты такой думаешь, а, блин, я забыл уникальный, вставляешь, пишешь уникальность, он говорит, нет, такая индекс существует. Был перепутан, у них там версия была Unique, не Unique, и обратно она была вот, такие мелочи. Но они проходили, сейчас версия 2.0.4, а этот был еще дремучий И вот, по-моему, до версии 2.0.4 довольно забавно было, что у нас ключи, ну, всегда только ключи, и понятно, что у вас есть некий тип, да, и набор полей, который образует ключ, как в том-то проявлении сигнатуры, названия могут быть разными, происходит несущественно, но иногда, когда как-то прогнозование делается, потом всплывает, то есть, когда хотите что-то удалить, оп, а его нет. Он называется просто другом. Минус подхода номер третий в том, что мы сильно зависим на подпись. У нас постоянно происходит интеграция, т.е. любой коммит приводит к тому, что он спускается с блока, прогоняет все тесты, среди них интеграционный, который проверяет, правильно будет миграция или нет. Вот без этого флажка настройки подпись, все довольно видно. Приходится жертвовать долговечность и говорить, что не нужно синхронизировать то, что ты делаешь жестким диском всегда. Т.е. мы, наверное, вот ACID, на Durable, в этом случае, как бы, немножко забиваем, но выигрываем скорость. Причем, как выигрываем не хило, там, по-моему, несколько порядков. У Postgres еще есть такая особенность, что у него есть, собственно, загрузка из дампов в саму баск дамп. Если делать стандартные спели, то они получаются какие-то здоровые, здоровые, многокилометровые, многомегаметровые. А делать компактными, но их стандартными средствами просто взять и выполнить нельзя. Приходится использовать его собственные же средства. Причем они отличаются, их поведение отличается. На платформе IT, скажем, приходится порядок менять. Причем вот этот, например, плагин для плэя, где просто порядка изменили и все, наконец-то работало. Хотя бились, вроде то же самое, и все, они работают. У меня просили очень быстро, я поэтому скатал. Вопросы не пройдут. Егор Гмитрий из «Тутлав». У меня такой вопрос по тому, как идет сам процесс разработки. И в процессе разработки, если один программист изменяет базу, как это синхронизируется с другими разработчиками? Change2xml находится под контролем версии. Соответственно, все изменения, которые он делает, они отражены в Change2xml. Так, а если одному программисту это нужно, а другому нет, а версии как бы идут дальше? Кому нужно? Ну, конечно, или заказчик? Разные ветки вот идут, когда… То есть в одной ветке это применили, но как бы нужно идет, а в другой… Для каждой ветки, естественно, своя версия ChangeLog, и тот, кто делает какую-то там… Допустим… Допустим, у вас текущая ветка… Добавляем один число, или там сотый, да? У вас хочется, там, кто-то… Забежать вперед и зарабатывает тысяча вторую версию. Какое-то супер решение. Естественно, у него есть свой ChangeLog. И когда произойдет великолепная дата, и вы будете выпускать тысяча вторую версию, он будет вынужден взять свои изменения, своего ChangeLog'а, каким-то образом их скрестить с тем, что есть в своей… Это обычный мерч, когда в слиянии производится. У вас есть продакшн один. Другое дело, если у вас много версий – продакшн – у вас будет несколько ChangeLog'а на каждой… Плюс его решение в том, что все изменения, которые мы производим, они будут выделены, они будут правильно. Денис Тучин, ICIS. Я правильно понял, что у вас версия, в смысле, баз данных, она одна для разработчиков? Или у каждого разработчика есть своя база данных? Экземпляры? Экземпляры – там море, у каждого разработчика свои. А, т.е. на гадисусе и интегрэйшн просто есть своя. Да, да, экземпляры тоже свои. Экземпляры – они проождаются быстро, вот как раз из… Ну понятно. Т.е. если там змея не упадет этот раз, то пока кто не обновился, у него не будет проблем. Да. Проблемы возникают во время слияния. Сильно завязанность на позорс можно как-то там? В чем сильная связь с позорсом? Ну, во-первых, кто, кроме Postgres, из OpenSource решений поддерживает мультиверсионность, то есть, по-моему, все. Т.е. если вы коммерчески делаете проект, то вы, конечно, можете купить последний орок, где наконец появился мультиверсионность, и он поддерживает ADL. Но, как бы, стоимость владения ороком намного существеннее, чем стоимость владения позорсом, так как только с владением. Спасибо. 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 Спасибо.